Мы находимся у здания Барнаульского молочного комбината. Йогурт, сметана, кефир и другие молочные продукты начинают свой путь на столы жителей как нашего края, так и других регионов именно отсюда. Сегодня мы проследим за молоком от приемки до фасовки, а заодно познакомимся с технологиями производства. Цех приемки. Именно сюда и поступает сырое молоко. Его привозят в специальных машинах с герметичными емкостями, обеспечивающими необходимый режим транспортировки. Дальше по трубам его перекачивают через фильтры очистки в емкости хранения. Через насос, молокопровод, фильтр, фильтр ячейка диаметра полтора миллиметра, то есть вся грязь остается в фильтре. Фильтры промываются у нас каждый день, то есть осматриваются на целостность и промываются. После в фильтрованное молоко поступает в охладитель. По достижении необходимой температуры его перекачивают в аппаратный цех. Здесь происходит процесс первичной пастеризации. Молоко нагревают, а затем подают в сепараторы для разделения на сливки и обезжиренное молоко. Дальше у нас на линии нормализатор. По программе мы задаем, какой нам нужно жир получить в итоговом продукте. И через нормализатор оно нормализуется в потоке, то есть готовое молоко выходит с линии уже. Остатки сливок идут в промежуточной емкости хранения. Далее для производства масла. Затем часть молока поступает на пастеризацию и гомогенизацию, процессы в ходе которых в молоке расщепляются жировые шарики и анактивируется микрофлора. После чего молоко будет готово к фасовке. Другая же его часть станет основой для цельномолочной продукции. Например, творога. Мы его получаем, нагреваем до нужной температуры, вносим необходимые компоненты. Молоко в данной емкости находится на стадии сквашивания. Под воздействием молочнокислых бактерий происходит свертывание молочного белка. Он укропняется, получается из жидкого молока плотный сгусток. Когда он доходит до определенной кислотности и до определенной плотности, мы уже непосредственно переходим к варке творога. Процесс сквашивания длится от 8 до 10 часов. Затем готовый сгусток разрезают, нагревают и вымешивают с последующим охлаждением в другой емкости. Непосредственно с каждой емкостью определяем, до какой температуры мы будем нагревать, сколько будет длиться вымешивание, тоже индивидуально. В зависимости от вида творога, в зависимости от вида уже готового продукта, на который этот творог будет дальше расфасовываться. В результате этих технологических операций творожный сгусток становится уже привычными для нас творожными зернами. С разницей лишь в размере зерен и влажности продукта. Для сохранности структуры зерна есть несколько способов посовки. И один из них – вакуумная упаковка. Качество самого пакета позволяет хранить в вакууме длительное количество. Удобнее транспортировать, что он полностью запакованный. Ничего сюда не попадет постороннего. И за счет этого у него увеличивается срок хранения. Это химическая лаборатория БМК. Именно сюда попадает молоко и до, и после всех стадий приготовления. Здесь лаборанты проверяют его на жирность, плотность и кислотность, а также на соответствие ГОСТам. В основном специалисты используют инструментальные методы исследования. Например, с помощью бутерометра определяют количество жировой фазы. Этот показатель особенно важен, говорят в лаборатории, ведь именно он влияет на пищевую ценность продуктов. Для того, чтобы определить количество жира, молочные продукты смешивают с изоамиловым спиртом и серной кислотой и закрывают в центрифуге. По итогу жир отделяется, а эксперты выносят вердикт о соответствии нормам. Все методики, используемые в лаборатории, ГОСТовские и входят в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. И такая проверка ожидает каждую партию товара, приготовленную на комбинате. После того, как инструментальные тесты успешно пройдены, и продукция отправляется в упаковочный цех. Этот цех – финальная стадия всего процесса. Уже готовая продукция поступает сюда перед тем, как попасть в упаковку. Разливается здесь кисломолочная продукция, молоко, ряженка, кефиры, также сметана. Бутылки и упаковки предварительно обрабатывают и фасуют в них то, что было приготовлено в предыдущих цехах. Затем автоматическое упаковочное оборудование производит разлив, закупоривает крышки и наносит отметку о дате производства. Процесс полностью автоматизирован, поэтому сотрудники следят за качеством исполнения и настройками оборудования. А после укладывают готовый продукт в коробки перед отправкой на склад. А параллельно в соседнем цехе упаковывают сыр, который поступает сюда с маслосырзаводов АОБМК. Здесь его нарезают на порционные куски, заворачивают в пищевую пленку или пластиковые пакеты перед отправкой на склад. Готовую и упакованную молочную продукцию загружают в фирменные автомобили, на которых она отправится в магазины Алтайского края и других регионов. А если вы любите молоко и молочные продукты точно так же, как их любят здесь, на Барнульском молочном комбинате, и вы готовы не только употреблять их, но еще и изготавливать, добро пожаловать на производство. Вполне возможно, что совсем скоро это место на доске почета станет вашим.